добрый день друзья немножко захотелось поговорить живой головой такой поработать про лыжи про это чуть-чуть рассказывать началось в начале ноября выпал снег раз прокатился отлично прокатился потом все расставил вообще просто до земли еще раз потом прокатился потом что-то морозы сейчас два раза прокатился сейчас теплом сегодня обещали плюс но вроде не плюс вот но потихоньку два раза уже нормально сходил последний раз и не забыл часы надеть где-то так вот не торопишься 13 минут коробка начинаешь как следить за временем то за 11 по моему я за 9 ты же ей возможно то я бегал за 9 летом уже и не помню то есть для чего по такие видео снимаю что помню я реально не помню то ли я за 11 минут бегал то ли за 10 то ли за 9 вот на лыжах я имею ввиду вот что интересно там лыжню делали из прокатал старую сравнял поэтому я последний круг можно сказать коньком проехал и что-то даже почти получалось отталкиваться синхронизироваться не получалось ногами так что я вот сейчас думаю себе купить еще короче лыжи одни покороче и может быть получится коньком ну что мне не нравится в коньковом ходе что там большинство я смотрю толкаются на одну ногу то есть вот руками отталкиваться получается одна нога толчковая вторая такая вот и вот мне кажется не симметрично и немножко может быть неправильно и чем хорош класс хороша классика то она как бы имитирует обычную ходьбу бег то есть многие мышцы больше работают именно вот так же другой стороны коньковый хорош тем что мы получается учимся как бы на коньках вот те же мышцы включаем на технике роликах вот мое мнение вообще если развитие в масштабах страны вот я получается но где-то около 10 километров в час на лыжах классика вот иду меня иногда там некоторые люди обгоняют в два раза засекают я круг они меня обгоняют два делаю то есть двадцатку идут но это не какие-то там мастера спорта международного класса то есть и их хороших тренировках можно 20 километров и это не соревнования люди как бы мы вышли покататься потренироваться если были дорожка для лыжероллеров летом зимой вот такая то получается можно 20 километров в час практически весь город там за полтора часа переехать и зачем мне автобус его допустим куда-то далеко куда 20 километров я буду выходить вот сейчас какой транспорт часа за два люди за час могут доехать выпускать там какие-то тоже перекрестки еще что-то носит был такая тарас то за полтора часа то есть получается быстрее чем транспорт при этом не надо не толкаться в автобусе где квадратов на вирус не еще что-то тут то есть менее травмоопасно на локотники наколенники шлем веду при скорости даже 20 километров если там как-то более-менее все это и на мой взгляд никакие вот все вот эти электромобили все это вот это все больному при парке надо людям ходить вот использовать вот такие вещи потом могут уже быть нет ни лыжи роллеры просто роликовые коньки которые снял положил в сумку там опять же кто-то может есть четырехколесный которые надеваются на ремешках я купил правда так не по пользе ну не попробовал но тем не менее как бы есть такая возможность если сделать хорошие пешеходные дорожки то вот допустим для москвы там где-то метро далеко а тут шух шух и доехал вот так что за мне кажется будущее вывести так реально думать они какие-то так или его проекты вот такая вот история что еще хотел сказать правой так что продолжают заниматься лыжами летом купил мази и мажу есть перед чем смазать там купил теплую на плюсовой ку температуру вот мне задали вопрос зачем мне несколько пар я вспомнил это и я увидел этому подтверждение когда я более-менее начал это что было когда вы ездите скажем так километров до ну я не беру профессионалов которые там все профессионально делать а вот если любитель так вот что какие-то дедушка реки на и лыжи бабушкины там эти мази смазали и что-то поехали километров до 10-15 вот у меня смаз полностью не счищалась и в принципе можно допустим если до 10 то можно было раза два сходить на одно смазывание деревянных лыж но погода у нас резко меняется часто то есть вот вчера было 9 сегодня минус 2 до этого я был я ходил было что-то под 20 19 вот и каждый раз надо получается по погоде мазать но если поглядеть то погоду нас на самом как-то колеблется грубо говоря я где-то градусов до 25 25 я не хожу где-то 21 22 еще могу вылезти соответственно можно сделать от 15 до 25 одни лыжи а вторые лыжи от скажем минус пяти до минус 15 при этом это может быть одна и та же смазка если даже не одна и та же там чуть-чуть менять то разница будет небольшая поэтому если кто ездит по и немножко по 10 до 10 там скажем километров то полезно иметь две пары лыж чтобы три на разную температуру чтобы вот поглядел ага там чуть-чуть опять же там есть места которые больше стирается смазка из которых где меньше то есть там можно вот буквально чуть-чуть капнув и это и быстрее получаться будет и расход смазки меньше и скользить будет лучше если иметь и вот я поглядел недавно видео оказывается серьезные производители для серьезных спортсменов делают лыжи по разную температуру то есть там разный пластик разное там его как-то шлифуют и разная глубина насечек тому форма под разную погоду и то есть у профессионалов их несколько лыж чтобы эти лучше чуть-чуть едут эти хуже но мы не настолько крутые но вот я как и ушел для чего экономишь чтобы можно было почему я хотел двое использовать чтобы не каждый раз смазать смазать сейчас я езжу где-то из-за того что делал лыжню вот я проехал пташечку последний раз до этого где-то 20 я проехал то у меня уже она сходит смазка в основных местах где они больше скользят поэтому мне все равно каждый раз смазать поэтому мне пока особо такого тоже нет необходимости но все равно есть мысли все-таки завести чтобы по-хорошему надо после каждого вот этого советую старую снять смазку там какая-то типа ну не консервационный что там это сняли этим помазали этим перемазали ну не настолько крутые у меня лыжи чтобы так заморачиваться и гонюсь за этими долями секунд но вот что может быть потом что если как я уже сказал какие-то бюджетные лыжи бушные брать то несколько сотен за отдать за лыжи допускай 500 даже это кто-то или там у знакомых вас поспрашивать там где-то на лоджии там в антаресоле лежат старые но вполне может быть выгоднее чем современные эти мази стоят за год возможно отобьете прошлом меньше надо будет расход вот дальше вот у меня была такая история с палками я вот потихонечку своих увеличу и не пока что не понял достаточно ли у меня длина или мне надо подлиннее или мне надо покороче то есть я вот их три или четыре пары до 1 2 3 парой да вот я попробовал разные и пока сейчас на самых длинных езжу я купил еще одни на там ремешок сделать попробую 4 пару еще длиннее на 5 сантиметров вот поэтому а с лыжами у меня идет обратная тенденция были у меня длиннее я потом покороче стал использовать сейчас потом мне отдали еще чуть-чуть короче поездил в принципе тоже хорошо и у сейчас мысли взять и купить это на базарчик подешевке если еще короче именно попробовать коротенькие лыжи какие-то универсальные чтобы и классика и коньком можно было когда хорошая лыжня она в принципе будет держать и короткая лыжа старые вот эти вот книжечки по лыжам где там надо поднять руку и вот так вот положить высота лыж это предполагалось для чего чтобы человек мог сам проложить лыжню чтобы его держало на снегу чтобы он куда-то в лес мог сходить там поход вот в большинстве случаев мы в поход не идем раз по лыжню вот у меня допустим прокладывают лыжню я как-то сам прокладывал ее ну вот у нас там есть спортивная школа и там делают профессионально первую я делал вот опять же если делать лыжню то полезно иметь длинные лыжи чтобы вначале так они меньше проложить а потом скажем иметь короткую пару чтобы раз чтобы давление было больше и соответственно чтобы утрамбовать и вот то есть опять же поэтому тут сколько лыж надо вопрос такой спорный не спорный а неоднозначный ответ что еще почему разные лыжи нужны но ты хочу попробовать коньком походить может быть даже делать так вот брать покороче кружочек коньком по пройтись и чтобы эти мышцы потренировать что я на коньках несколько раз его катался я мечта детства была как-то она все равно я хочу как-то вот у меня какие-то ролики вот эти культу ну вот потренировать и вот мышцы вот такой там же как ты координации немножко другая другие мышцы для разнообразия братья эти с двумя парами покатался на длинных положениях потом раз на коротенькие там более короткие для конька вот ну и посмотреть опять же как она поэтому вот можно ну и когда уже окончательно есть понимание какой размер оптимальный какая форма там еще что-то то тогда уже можно купить какие-то получше посолиднее но у меня вот возникает вопрос опять же может кто-то мне что-то подскажет вот я катаюсь да там уже 20 максимум где-то 25 есть километров ближе к 30 я даже гонял несколько раз помню больше трех часов зимой ну как-то уже надоедает и не лето прохладно все равно как-то потеешь лицо там не защищено в этом плане для меня немножко непонятно как скажем интенсифицировать нагрузку но не увеличивая время то есть я пробовался рюкзачком 6 литров я туда воды наливал как-то ну рюкзак она неудобнее то есть как-то руками махать то есть она вроде как и не сказать чтобы сильно повлияло ну вот как то вот непонятно поэтому для меня что сделать там не знаю не мазать чтобы они не катили ну тогда нет удовольствия от езды а тоже как превращать мужчин я все-таки катаюсь для удовольствия больше чем для такого вот что еще одну и в моем случае я тут летом купил все новые ботинки лыжные на современное крепление то есть сейчас катаюсь еще стремя у меня получается вот одни лыжи в одни мне сейчас лыжи со сломанными креплениями я вот раздумьях то ли ставить туда же новое то ли поставить стремяю то есть непонятно насколько хватит этих ботинок вот ну вообще опять же вторую пару полезно иметь как запасную тогда мне раз что-то там сломалось крепление неожиданно пока я там что-то поехал заменил пока ты ты сюда и получается неделю идет на это все можно конечно то есть кто покупает пошел в магазине купил там новое но когда мне старый стандарт его в магазине уже так просто не купишь это надо где-то искать это все это время потому чтобы оно совпало атака раз пока на одних езжу вторые ремонтируем опыт опять же показывает пока часто бывает что есть одни ремонтируешь пока вторые не сломаешь потом обе пары сделаешь и это то допустим тогда наехал как-то одно лыжи на другую то надо было подклеить и опять же клей засох там все это совпало во время когда сделок и вот поэтому такая вот вещь и но и опять же если у вас есть место хранить одну пару всегда там поставить рядом вторую там практически это то же самое место что еще интересно ну конечно современные технологии очень нравится там что и крепление съемные могут быть там пластиночка уже изначально наклеена на лыжке крепление чик задвинул защелкнул и интересная технология опять же вот эти зубчиками получается мазать практически не надо их ребристые что еще интересного в современных ну опять же легче они ну вроде пластик там как-то но более чем ну на день ну менее качественно скажем так или потом на дорогих он будет скажем тебе одна вам скажу что он крутой пластик что он лучше скользит еще что-то ну опять же что важнее такая бывает иногда надо чтобы он лучше скользил иногда надо чтобы он был более прочным не всегда это совпадает но опять же производители любят людей дурить и тут про лыжи для дела там самодельные делают горные там вот это супер какое-то покрытие из переработанных крышечек блины и спели чтобы из переработанных крышечек получить что-то новое то на такую лаборатории там ну там будет должно стоить космос и чем просто из какого-то готового да там можно какие-то присадки добавлять там красители скорее всего это все равно останется тот же полипропилен потому что из полипропилена получить полиэтилен как они сказали какой там сшитый мне кажется это очень сложная технология то есть надо раскладывать для каких-то простых веществ там это и для какого-то небольшого производства мне кажется вводят в заблуждение потому иногда люди не понимают таких простых вещей если поцарапалось покрытие пластиковое на лыжах и человек человек от этого не помрет а если скажем какая-то у вас канистра с химикатами с клеем и она оказалась некачественной там пройдет лопнула и вытекла там и залило все и там какое-нибудь экологическое бедствие может быть поэтому скажем требование канистре намного выше и я думаю проверяют лучше хотят тоже как китайщина это это именно поэтому и скорее всего канистре пластик или там не труба полипропиленовая она если она лопнет то это такой кипяток и еще что-то мало не покажется то какая-то царапина трещина на покрытии ну да всегда могут сказать того пока мне объездить произойдет как бы так если мы не берем какие-то высокие технологии для супер профессиональных лыжников где там наверное вкладывать какие-то деньги вот что еще интересного ну вот опять же есть у меня мы все тут как-то видел бушные лыжи там сильно бушные не сильно бушные сильно снято не сильно на базаре бывает и есть немножко там допустим по форму поменять еще что то скажем так если недорого ну посмотреть какие цены там допустим скруглить сточить лишние том там пластик будет такой старый дубовый на котором по асфальту ездить вот ну как то вот интересно для меня лично ну вот такие вот вещи поэтому я не знаю опять у меня есть там что лыжи они как бы классика что ты находишь и по снегу что вы будете что еще где-то то современ когда вы ходите по лыжне там вам не надо нас и сильно особенно если коньком идет потом в общем как бы нос чуть-чуть но если повредить на современного для коньков там так чуть-чуть загнутый достаточно вот и есть у поле для экспериментов вот так сказать уже многое уже изобретено но иногда интересно самому изобрести так сказать велосипед потому что современный там допустим есть и крепление где она может двигаться и мы там чуть-чуть смещая вперед будет носок соваливаться или на то есть от центра тяжести перемещая и как бы больше там для так там не знаю если по снегу или там в горку там лучше так если с горы то туда там буквально секундным поворотом есть как которые ему это перемещаем получать более оптимальный инструмент вот это не на нас там школьную программу все хотят менять вот надо менять чтобы там дети всех научили ездить сделали дорожки не надо вам не автобусы не лично автомобиль шух-шух прилетел на роликах зимой на коньках по льду который это вообще носим коньки ведь это металл может стукнуть кого-то один другому там порезать это ну такая вещь скажем опасная лыжи шух-шух проложили лыжи через город и пускай носится вот если опять же с детства приучать если это как-то массово то я думаю очень может быть там где тепло там это может быть наоборот очищенной на колесиках то мы понятно там уже стоит но стоят они почему потому что вы берутся такой есть спрос поэтому такие цены то есть цена она не связана с как правило ничего там космического в принципе то нет большинстве случаев вот что можно сказать и все и опять же там не каких-то хитрых элементов не то можно он классика даже лыжи дерево экологически чистый ну вот опять же если я где-то год отъездил там сколько есть по три раза по 20 километров пускай 50 неделю четыре недели это 200 километров есть три месяца 100 вот 600 километров пробег на несколько тысяч может хватать деревянных обычно так что это не так уж и мало вот такая вот история так что лыжи катаемся получаем удовольствие оздоравливаемся ну опыт показал мне несколько часов пробовал то старый нас но он же не советский начало ли 20 больше 20 лет начало двухтысячных часы обычные электронные без стрелок удобнее чем какие-то фитнес-браслеты дешевые то есть ну понятно хорошие пульсометры конечно они лучше но вот дешевый фитнес браслет хуже пульсом показывать неправильно время там надо как-то ткнуть чтобы загорелся тут я сразу вижу секунды и легкие движения я уж поглядел сколько я прошел не останавливаться вот такие дела так что всем советую заниматься и тут можно ездить опять что-то мое год у меня лыжи там 30 лет наверно никто на таких есть да какие ребята у меня он деревянные 70-х годов уже ближе к полтиннику чем к 40 лет ну вот вот сейчас есть у которой пластиковые 8 с пластиков снизу 86 год если они не потрескались значит ездить можно если потрескались можно склеить и дальше есть пока не сломались пополам все отлично все опять же да там вы рекорды не поставить но ездить удовольствие вполне как тренировка вполне этого возможно если потом поймете что надо лучше тогда уже купить если поймете не надо то не будете покупать и покойные товарищи все много лет все ухты там на лыжах и тоже хочу на лыжах но это надо это дорого но вот так умер так и не покатался лет десять наверно с лишним думал что надо бы купить воема старых лыжах катаюсь и получаю удовольствие а если бы он катался на лыжах может исчезла бы живой так что всем удачи благодарю за внимание такого просто поделиться такими вещами